Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой, А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! И твой ангел с тобой! А сегодня мы познакомимся с иконой, которая называется «Господь на престоле». Само название подсказывает нам, чем отличается это изображение от других. Господь здесь всегда изображается в полный рост, восседающем на престоле. Посмотрите, друзья. Вроде бы эта икона совсем не похожа на те, что мы с вами видели раньше. Но если мы повнимательнее приглядимся, то увидим, что у нее есть что-то общее с иконой «Господь Вседержитель». И на том, и на другом образе в левой руке Христа мы видим Евангелие, а правой рукой Он благословляет нас. Мы с вами уже не раз говорили, что каждая икона открывает нам какую-то важную мысль о Боге. Что же мы можем узнать о Нем, рассматривая эту икону? Посмотрите, друзья, как величественна фигура Христа, восседающего на престоле. Престол, ребята, это символ царской власти. Но царство Господа нашего не может сравниться ни с одним земным царством. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Так говорил о престоле Божием псалмопевец Давид. «С этого престола взирает Господь на нас, живущих на земле, видит все наши дела, знает все наши мысли». Когда мы смотрим на эту икону, сразу становится понятно, что от Божьего взора не может укрыться ни один наш проступок, ни один наш грех. Господь всех нас очень любит и заботится о нас. Но в то же время Он грозный судья для тех, кто творит зло. Чаще всего спаситель на таких иконах одет в красный хитон. Это нижняя одежда. И синие гемати – это верхняя одежда. Помните, ребята, что обозначают эти цвета? Красный – это с одной стороны цвет мученичества, но кроме того, это цвет царского достоинства. А вот синий цвет означает небесную чистоту. Но есть изводы этой иконы, на которых Господь на престоле изображен в других одеждах. Например, на изводе, который называется «Царь-Царин». Что значит «Царь-Царинь»? Вот она, ребята. Спаситель облачен здесь в царские одежды. На его голове – царская корона. Этот образ напоминает нам о том, что и над самой высокой властью земной есть власть высшая, Божия. Много царей и правителей жило на земле. Эти всесильные владыки управляли целыми державами. Но и царство, и властители исчезли бесследно и бесславно. И только сын Девы Марии, который не сделал блестящей карьеры, не написал ни одного научного труда, не вел победоносных войн, уже двадцать веков подряд главенствует над всеми людьми, взывает к их совести и указывает путь к настоящему счастью. Именно такое царское достоинство и являет нам икона «Царь-Царин». Но есть еще один извод иконы Господь на престоле. Называется он «Великий архиерей». Архиерей – слово греческое и переводится как «старший священник», высший чин церковной власти. Великий архиерей – это Христос, глава церкви. На таких иконах Господь изображается в саккосе – в длинной одежде с широкими рукавами. Это богослужебное облачение архиерея. В древности саккос носили греческие цари, потом он был дарован Константинопольскому патриарху в знак важности его служения. На плечах Спасителя мы видим амафор. В переводе с греческого это означает «наплечник». Видите, вот это широкое полотнище с крестами. В церкви, ребята, все имеет свое значение. Не случайно и эта деталь в облачении архиерея. Вы помните притчу Спасителя о заблудшей овце? Христос, добрый пастырь, нашел ее в горах, взял на плечи и отнес в дом Отца Небесного. Так вот, амафор как раз и символизирует эту заблудшую овечку. Под ней Спаситель подразумевал все человечество, грехи которого он взял на себя. На главе Христа – Митра, символизирующая и корону Царя Небесного, и терновый венец. Итак, друзья, иконы типа Господь на престоле, с которым мы сегодня познакомились, изображают Спасителя как Царя Царей и грозного Судью Грешных. Но все же, глядя на них, мы не теряем надежды на всесильную помощь Божию в любых, даже самых трудных ситуациях. Только, конечно, мы не должны забывать благодарить Господа, когда получаем Его поистине царские дары. Я прощаюсь с вами, дорогие мои мальчики и девочки. До встречи через неделю. Всего вам самого доброго и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok